Садовые участки – это не только огород и урожай, что особенно важно в период экономической турбулентности, но и место отдыха. А в последний год и самоизоляции. Поэтому для дачников нужно создавать комфортные условия. В Госсобрании МРЛ приступили к разработке нового законопроекта о поддержке и развитии огородничества. Он должен охватить практически все аспекты жизни садоводческих товариществ, в том числе помочь в решении наиболее острых вопросов. Садоводческий сезон уже на носу. Ящики с саженцами готовы, распланированы участки под грядки, а также соседство культур. Продвигается работа и в другом направлении. В этом году в республике может быть принят закон в поддержку садоводов. Уже сейчас его называют народным, поскольку положение законопроекта формируется с учётом мнения тех, кто работает на земле. Владельцы садовых участков могут выступить со своими предложениями. Для чего нужен этот закон? Чтобы мы были одним из участников одной или нескольких программ по садоводству. Например, хотели бы мы пробурить ещё одну скважину, на это надо собирать целевой взнос. А целевой взнос – это немалые деньги с садоводов помимо основного взноса. А тут бы мы поучаствовали в одной из программ, где бы могли получить эти деньги от государства. Тоже касается организации каких-то детских площадок на территории садоводств, потому что садоводы, особенно молодые, приезжают с детьми, дети мешают, могут залезть куда-то. Тут была организована детская площадка. Основное преимущество законопроекта, как ожидается, будет заключаться в том, что садоводческие некоммерческие товарищества смогут рассчитывать на участие в программах с государственным софинансированием, а также в грантовых проектах. Обсуждение и согласование предложений пройдёт в несколько этапов. «Хотелок там будет гораздо больше, чем возможность, как всегда. Быстро этой истории не делается. Не всё, что хорошо. Всё хорошее быстро не получается. Оно требует времени. И вот когда разберутся и подберут наиболее острые вопросы, посчитают их с возможностями региона, что он может дать на сегодняшний день, в каком-то порядке это будет делаться. Поэтому он будет иметь массовые обсуждения. И, ну, наверное, люди неравнодушны. Кому всё равно. Его никто не заставит. Это не голосование, которое надо прийти и проголосовать. Туда-то не все ходят. А всем, кому это интересно, смогут высказать. Действительно, он может иметь название такого народного закона». Более ста тысяч человек. Именно столько у нас дачников. Тех, кто предпочитает проводить свободное время на собственном загородном участке. Далеко не все наделы используются по назначению. Многие заброшены и зарастают бурьяном, что пагубно сказывается на плодородных землях. И проблему бесхозных садов также признан решить новый закон. «Я хочу подчеркнуть основные мысли этого закона. Первое, что бы мы хотели. Садоводческие товарищества должны стать субъектами государственной поддержки всех органов власти республики. И еще одна мысль. Поддержка эта должна осуществляться на основании программ, разрабатываемых правительством республики Мариал и муниципальными органами власти. И эта программа должна стать законодательной нормой на долгие-долгие времена. Вот главное содержание. Квинтэссенция». Наиболее острый вопрос, который беспокоит каждого садовода – перевозка до товарищества и обратно. Много претензий к отдельным перевозчикам. Изменения и дополнительные маршруты должны быть рассмотрены в Минтрансе, отмечает председатель Ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ. Лишь совместными усилиями законодательной, исполнительной власти, а также самих садоводов республики можно решить эти проблемы. Продолжение следует...